Орешек знает я твердый, но все же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать». Журнал ведет актер Юрий Николаев. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы поговорим о шедеврах. Надеюсь, вы помните, что это такое. Я напомню. Шедевр – это произведение, в котором проявилось высочайшее мастерство его создателя. Очень интересно. Вот как жаль, что вы не можете вместе со мной заглянуть в удивительный микромир. Вернее, не могли. Не могли до тех пор, пока ученые не создали подлинный шедевр науки и техники – лазер. Прямо из-под микроскопа на экран хоть во все небо. Фантастика? Отчасти да. Но и сами лазеры, едва появившись на свет, а было это почти 30 лет назад, считались чем-то фантастическим. Именно здесь, в Физическом институте Академии наук СССР, советские ученые Басов и Прохоров впервые получили направленный нерасходящийся луч. Какими только профессиями не овладелись с тех пор лазеры. В том числе и такими, которые связаны с передачей изображений. Значит, решили сотрудники института, лазерный луч сможет всем рассказать и о том, что видит микроскоп. Они разработали такую установку, которая повышает яркость изображения в тысячи раз. Сейчас в поле зрения оптического микроскопа крохотные ячейки микросхем для электронных устройств. На экран картинку передает луч лазера. А если бы понадобилось, экраном могло бы стать даже облако. Известная всему миру царь-пушка. Это тоже шедевр. Шедевр русского литейного искусства. Из 20 с лишним орудий, отлитых мастером Андреем Чоховым, три поставлены в московском Кремле. Это аспид, троил и царь-пушка, которая долго была самой большой пушкой в мире. Известно, что она никогда не стреляла. Поэтому некоторые говорили, что царь-пушка и не предназначалась для стрельбы. Но ведь в конце 16 века в Москве приходилось отбиваться от вражеских набегов. Неужели 40 тонн бронзы и только для вида? Избавиться от всяких сомнений по этому поводу удалось сравнительно недавно, во время реставрационных работ. Стволу и лафету царь-пушки решено было придать первоначальный вид, снять все наслоения времени. Реставраторы очистили поверхность от коррозии, и гораздо отчетливее видны теперь литые фигуры, которыми украсил пушку Андрей Чохов. Одновременно с реставрацией ученые произвели тщательные замеры ствола, взяли пробу металла, все проверили расчетами и сделали вывод. Это грозное дальнобойное орудие для стрельбы каменной кортечью. А в бой не вступило потому, сказали историки, что войска хана Казыгирея не решились идти на приступ. В историю царь-пушка вошла, как одна из вершин русского литейного дела. Продолжаем наш разговор. В этом альбоме собраны репродукции картин русских художников, шедевров искусства. Давайте посмотрим. Это автопортрет выдающегося русского художника Василия Григорьевича Перова. Сколько горечи и боли в его картинах. С особой силой чувства эти проявились в работах, посвященных детям. Их тяжелой, совсем не детской жизни. Так все и было до революции. Семьи бедняков голодали, дети часто были вынуждены искать хотя бы кусок хлеба. Таких детей Перов часто встречал на улицах Москвы. В то время в московских домах еще не было водопровода. Воду развозили в больших бочках. То есть прямо из жизни взят сюжет одной из самых знаменитых картин Перова. Тройка. Дети везут бочку с водой. Художник сделал эскиз. Взялся за кисти. Сравнительно быстро появилась на полотне девочка, а затем и мальчик по другой стороне упряжки. А вот центральная фигура не получалась. Пришлось даже прервать работу, пока совершенно случайно снова на улице Перов не увидел этого мальчишку. Его лицо и осветило картину. Раз увиденная тройка навсегда остается в памяти. Но самым великим создателем шедевров является природа. Давайте вместе поищем, нет ли в этой комнате шедевра природы. Есть. Вот он где. Это большой пестрый дятел. Зовут его Тяпа. Чем же питается он в городской квартире? А всем, что готовит ему леди Михайловна Аникеева. Хлебом и сгущенкой, яблоками и ягодами. Вот Федор Васильевич Аникеев зовет Тяпу завтракать. Орнитологи, ученые, изучающие птиц, считают, что большой пестрый дятел нигде, кроме леса, жить не может. Ведь деревья необходимы ему так же, как он необходим деревьям. Только дятел способен уничтожать вредителей, прячущихся под толстой древесной корой. Это его естественный корм. Чтобы Тяпа не скучал, Федор Васильевич принес ему часть ствола упавшего дерева. Так дятлы стучат часами. Словно специально для этой работы природа дала им особенный клюв. Его основание не жесткое, как у других птиц, а эластичное. Оно и смягчает удары. Отчего же все-таки Тяпа живет не в лесу, а в квартире? Подобрали его беспомощным птенцом. Долго лечили, выхаживали. А потом выпускать его в лес было уже опасно. Он мог погибнуть. Так квартира стала для него родным домом. Конечно, знают дети. Еще не все на свете. И это очень грустно. Приходится признать. Но было бы, но было бы желание, придут к тебе. Придут к тебе и знания. За это вам ручается. Журнал «Хочу все знать». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...